здравствуйте меня зовут наташа холланд я хочу познакомить вас с моей новой картиной которая называется кубик рубик всей моей жизни и эта картина о дагласе и ксении о да я забыла вам сказать про мой колпак я думаю что я заслужила его потому что последние почти два месяца я пекла вот эти торты здесь на этой картине на самом деле это ксения она пекарь кулинар и она изготавливает такие замечательные тортики картина называется так потому что кубик рубик это один из ее тортов и я думаю что ксения для дагласа это тот кубик рубик всей его жизни который он пытается разрешить и всю историю вы узнаете позже а сейчас картина практически уже закончена но есть такая привычка я подхожу и начинаю искать недостатки я начинаю ковыряться в ней и некоторые нюансы я хочу исправить прямо сейчас на ваших глазах ну вернее добавить например можно добавить немножко это называется глазировка вот сюда на это место вот вот она увидела это вещество которое я сюда добавляю но я его разбавляю еще просто прохожусь по всей картине и смотрю если что-то что мнение не совсем меня удовлетворяет не совсем мне нравится и я добавляю какие-то нюансы чисто так они практически вам будет незаметны но я еще буду возвращаться а теперь пожалуйста кто-нибудь остановите меня потому что у меня такая привычка ковыряться в моей работе но нужно поставить точку по большому счету мы все являемся такими вот кубиками рубиками нашей жизни потому что мы загадка мы загадка для окружающих для друг друга и даже для самих себя вот попробуйте взять вот такой кубик рубик выйти на улицу и подать ему его первому встречному какой бабу ли например сможет ли она его решить если конечно она не участвовала в международных соревнованиях по сборке кубика рубика много лет тому назад я не смогу собрать кубик рубик вот так же и мы в нашей жизни вы знаете мы не знаем откуда мы пришли не знаем для чего мы здесь живем мы не знаем куда мы уйдем после жизни мы не знаем как разгадать эту загадку под названием кубик рубик который называется жизнь но наш бог наш господь он знает он знает как это сделать и уж у него то это получится но не дай бог такой кубик попадет в руки дьяволу он уж его соберет вы в этом не сомневайтесь он уж сделает кубик черный кубик белый кубик черный кубик белый как там говорят полоса белая полоса черная но если вы ему позволите то он сделает его черным квадратом как у малевича а потом и кубом только у малевича квадрат был белый куб был белый и на нем был черный квадрат это было над его могилой но вы знаете это философия она дьявольская малевич говорю нулевая форма нулевой цвет пустыня небытия пустая философия сколько не утвержденных умов она уничтожила и вы скажете ну что же нам делать как нам избежать лжи библия нам помогает в этом сам девяностые говорит нам что живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится он говорит господу ты прибежище мое ты бог мой на тебя я уповаю живущий под сенью всевышнего живущий в секретном месте всевышнего как говорится в оригинале ты бог мой на тебя я уповаю и только после того ты не убоишься ужасов ночи стрелы летящий днем язвы ходящие во мраке заразы опустошающих полдень и падут подли тебя только тогда тысяча и десять тысяч одесную тебя и к тебе не приблизится давайте еще раз обратим внимание на 4 стих перьями своими осенит он тебя и под крыльями его ты будешь безопасен щит и ограждение истина его в одессе хочу остановиться что же есть истина истина это слово божье это библия и изучая слово божье мы как бы берем этот кубик рубик нашей жизни и вкладываем его в руки божьи и бог начинает собирать его и тогда он засияет яркими красками смотрите здесь нет черного и бог знает как это делать мы можем на него положиться вы знаете что у бога есть мечта да у него есть мечта и вы я думаю уверены так я уверена что бог может выполнить любую свою мечту если он бог он может все но у него также есть мечта о вас и он может осуществить эту мечту о вас но ему нужна в этом ваша помощь ему нужно 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 необходимо ваше согласие вместе с вашим согласием он сможет это сделать ему нужно чтобы вы кооперировались вместе с ним ему необходимо и вам необходимо нам всем необходимо в первую очередь научиться слышать его слова нам научить нужно научиться не только его слышать понимать также и следовать за ним библия в иоанне 10 27 говорит нам я обращаю внимание на новый завет слова жизни потому что здесь немного по другому сказано там иисус говорит мои овцы слышат мой голос мы слышим мы способны слышать его голос и следовать за ним второзаконие двадцать восемь шесть говорит нам благословен ты при входе со eBay и благословен ты при выходе своим но мы должны помнить что мы благословены когда находимся в секретном месте то есть в близости с богом когда мы помог когда мы позволяем ему вести и направлять нас мы также должны помнить что что благословенны мы, потому что мы веруем в Господа Иисуса Христа, по вере во Христа. И этот дар благословения Авраамова нам дан по благодати. Всякий человек, рожденный от Бога, имеет дары и таланты. Мы все уникальное творение Божие, все до одного, все без исключения. И у каждого из нас есть уникальный Божий план, предназначение, которое Бог предусмотрел для нас. Это предназначение, оно связано с теми талантами, которые Бог уже заранее вложил в нас, еще до нашего рождения. И вы скажете, ну как же те люди, которые инвалиды, например, или которые не имеют там рук, ног, или слепы. Ну вот вам пример. Такой человек был рожден на землю. Его фамилия, его зовут Ник Вьюджесик. И этот человек был рожден без ног и без рук. И он стал необыкновенным мотиватором. Он стал примером для других людей, что вот я таков, но я могу. Я могу все. Он женат на прекрасной женщине, у него есть дети. И он ездит по всему миру, известен всем. И он выполняет свое предназначение. Он является удивительным примером для нас. Эти дары и таланты, которые мы имеем, они порой явны, а порой скрытые. И Еремея 29.11 говорится, «Только я знаю намерения, которые имеют для вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И потом Еремея 29.13 продолжается, «И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Вы знаете, когда-то давно я спросила у Господа, «И как велик этот план, который ты для меня имеешь». И он сказал, «Настолько велик, насколько ты имеешь дерзновение и смелость принять». И когда мы станем едины с Духом Святым, когда мы будем двигаться с Ним, и все наши дела мы будем выполнять вместе, и Он будет помогать нам собирать наш кубик-рубик, нашей жизни, тогда Господь возьмет таким же образом, как это делает наша Ксюша, и украсит наш кубик-рубик золотом и цветами. ГОВОРИТ ПО-КОЛИТЕЛЬНОМ ЯЗЫБЕ ГОВОРИТ ПО-КОЛИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok